Общее уведомление 001-Альфа В избежании утечки информации о SCP-001 наряду с истинными файлами об объекте было создано несколько, либо ни одного ложных файлов. Все данные относительно природы SCP-001, включая и ложные, защищены деструктивным мем-агентом, который моментально вызывает остановку сердца у всех посторонних лиц, пытающихся получить доступ к файлу. Раскрытие истинной природы объектов широкой общественности карается смертью, исключая необходимое в рамках SCP-001. Фабрика SCP-001 это история О5. Добрый вечер, доктор. Нет-нет, не вставайте. И да, я именно тот, о ком вы подумали. И давайте не будем об этом, вы знаете только мой номер. Я же знаю вас столько, что легко могу создать вашего двойника. И даже родная мать вас не различит. Нет, это не угроза, это просто факт. Но давайте перейдем к делу. Похоже, вы наткнулись на нечто выше вашего уровня допуска. Хотя наткнулись, это не совсем верное слово. Раскопали, возможно. Вы уже почти перешли ту границу, за которой вас ждет только несколько полевых ранений. Это было бы весьма печально, так как вы более чем хороший исследователь. Поэтому вы и вышли на то, что очень мало людей в фонде может объяснить. Да, нам доложили, что вы начали искать информацию о SCP-001. Каждый исследователь, проработавший здесь достаточное время, начинает это делать. Но большинству хватает ангела с огненным мечом, ведь он довольно глубоко запрятан. Однако вы начали изучать фабрику. И в этот момент я понял, что вы не остановитесь, поэтому я расскажу вам все сам. Фабрика – это SCP-001. Но она никогда не будет описана. Это был выбор, который я сделал еще в самом начале, при создании фонда. И я никогда от него не откажусь. Вы, исследователи, слишком любопытны. Я даже не знаю, от чего боюсь больше. Того, что мы никогда не поймем фабрику? Или того, что когда-нибудь нам это удастся? Но вы, несомненно, хотите знать больше. Фабрика была построена в 1835 году. Тогда она была известна как фабрика Андерсона. Названа так в честь своего основателя, Джеймса Андерсона, богатого промышленника. Она была построена, ну, скажем, где-то в Америке. И являлась крупнейшей из всех когда-либо созданных фабрик. Более мили в самых крупных участках. Везде не менее трех этажей. Специальная семиэтажная башня возле входных ворот, в которой жил Андерсон. Она создавалась как совершенная фабрика, рассчитанная на все, включая проживание рабочих. Люди могли рождаться, работать, жить и умирать, ни разу не покинув пределы фабрики. И они работали, работали над всем, что только возможно в этом мире. От разведения скота до текстильной промышленности. Сегодня достоверно неизвестно, является ли Джеймс Андерсон сатанистом. Похоже, он был приверженцем какого-то языческого верования. Что точно известно, так это то, что он очень точно выбирал место при строительстве фабрики и размещении машин внутри. Выжившие утверждали, что на полу были начертаны магические символы, виденные только при окроплении их кровью. Но выжившие тогда много чего утверждали. С уверенностью можно утверждать лишь то, что Андерсон заработал свое состояние потом и кровью. А иногда и частями других тел, людей низшего класса. Судя по его дневникам, он считал, что его рабочие меньше, чем люди. И живут они на земле только для исполнения его воли. Конечно, в то время никто не знал о его наклонностях, поэтому люди сотнями шли на фабрику. Место, где можно одновременно жить и работать. Разумеется, люди хотели этого. Они не думали о жестком рабочем графике в условиях труда, жестоких охранников и всем остальном. Служащих фабрики заставляли работать по 16 часов в сутки. Работа прекращалась только в воскресенье, в период между восходом и закатом солнца. Служащим не давали персональных комнат. Вместо этого они жили под 9 человек и спали по очереди. Медицинского обслуживания не было. Если кто-то получал травму, он должен был продолжать работать. Людей с серьезными ранениями уносила служба безопасности, и больше о них никто не слышал. В течение 40 лет фабрика Андерсона производила все виды товаров. Мясо, одежду, оружие. Не важно, что в бифштексе могла быть человечной, не имеет значения, что оружие ковалось в крови. Никто не обращал внимания, что ткань была окрашена, но вы уловили суть. Короче, какие-то слухи ходили, однако качество продуктов было отменным. И поводов волноваться не было, пока кое-кто не сбежал. Я никогда не видел ту девушку, которая сумела сбежать, но ей удалось встретиться с президентом Грантом. И в 1875 году он нанял меня. В это время я был, ну это не важно, допустим военным в каком-то смысле. И все мои люди тоже. 150 отличных мужчин и немного женщин, которым часто поручали работу, про которую общественность не должна была знать. Мы вычищали то, что осталось от конфедерации. И кое-чего похуже, что мы нашли на далеком юге. Поэтому сначала мы кое-что разузнали о фабрике. И нам это не понравилось. А потом, вооруженные до зубов, мы отправились туда. Я мало что помню о той ночи, столько всего перемешалось в моей голове. Иногда в моей памяти всплывают картины, люди, прикованные к конвейеру, живущие рядом с мертвецами. И, черт возьми, трудно было отличить одних от других. Дети, работающие под машинами, большая часть их плоти была содрана до костей гигантскими колесами и шестеренками. И другие вещи. Нет, со мной все в порядке, я просто долго не вспоминал этого. Служба безопасности не оказалась серьезной проблемой. Но потом появились творения Андерсена. Он брал искалеченных рабочих и, скажем так, экспериментировал. В некоторых людей, если, конечно, можно назвать их людьми, было вшито оружие. Других соединяли с животными. Это были ужасные чудовища из худших кошмаров человечества. Эти существа продолжали пребывать волна за волной. Я потерял много хороших людей той ночью. Потом мы нашли плодильни Андерсена, прикованные к стенам и существа ваши только для... Извините, даже теперь более столетия спустя мои глаза застилает кровавая пелена, когда я вспоминаю об этом. Когда мы только нашли Андерсена, спрятавшегося в своем кабинете, мы вывесили его из окна башни на его собственных внутренностях. Умирая, он смеялся, говоря, что все это не имеет значения, что фабрика будет жить. Он продолжал смеяться и день спустя. Мы, наконец, сняли его, утопили, четвертовали, потом сожгли останки. Все это время он выкрикивал проклятия, такие, что при мысли о них мне становится не по себе. Целую неделю мы вычищали это место, освобождали рабочих, обезвреживали вещи, которые нашли в подвалах и множестве закутков фабрики. Мы выбрали предметы, которые могли быть полезны, сложили их в доме возле ворот, пытаясь осознать все, что произошло. 150 человек в этот день вошли в глубины ада, и только 93 вернулись оттуда. К концу недели нас осталось 71. Но бог мой, что за вещи мы там нашли? Вы проработали на фонд некоторое время, так что вряд ли бы удивились. Мы нашли игрушечное оружие, которое стреляло настоящими пулями, йо-йо, сдиравшее кожу с тех, кто их касался, молотки, которые могли бить только по человеческой плоти, стаи лошадиных скелетов, которые бегали быстрее всего, что мы видели, плащи, казалось, сотканы из самой ночи и позволявшие переходить в теневые измерения. Но я отвлекся, мы нашли инструменты, одинаково чудесные и ужасные, и мы столкнулись с выбором. Я собрал своих приближенных, назовем их офицерами. Вместе мы попытались решить, что нам делать дальше. У каждого было свое мнение. Капеллан, он был слегка очокнутым. Думал, что все эти вещи не спосланы ему богом, что это святые реликвии, которым нужно поклоняться. Маршалл и его мелкий прихлебатель Докинс считали, что удача улыбнулась нам и что нужно продать все предметы тому, кто предложит побольше. И Ньюн, которого все звали Басом из-за его глубокого голоса, назвал предметы мерзостью и объявил, что мы должны найти и уничтожить все, что сможем. А Смит посчитал, что нужно отдать все президенту. Мы спорили часами, днями, пытаясь хоть что-то решить. Лично я считал, что мы сидим на золотой жиле, но также мы могли использовать эти предметы, эти объекты, чтобы найти некоторых неприятных существ, которых мы загнали далеко на юг, других монстров, с которыми было необходимо разделаться. Мы могли использовать фабрику во благо, как место, чтобы хранить все эти предметы, найти способ заставить их работать на пользу человечеству или, по крайней мере, защитить человечество от контакта с ними. Я уверен, вы догадались, что произошло дальше. Капеллан скрылся в ночи вместе со всеми своими приверженцами, прихватив кое-что с собой. Маршала мы выгнали сами, когда обнаружили его подрывающим свой авторитет, скажем так. Он обещал отомстить, а этот маленький говнюк Докинс увел остаток их отряда с некоторыми особо интересными предметами. Бас и его люди попытались сжечь в огне все вещи, а когда это не сработало, просто ушли. Ушел и Смит, чтобы доложить обо всем президенту. Но мне удалось заставить его пообещать, чтобы он рассказал Гранту, что фабрика уничтожена. У меня были грандиозные планы на это место. Конечно, тяжеловато воплощать грандиозные планы только с дюжины людей, но это был только начал. И это сработало. У нас были эти удивительные игрушки, а найти людей оказалось очень простой задачей. В то время пойти на поводу жадности было так же просто, как покинуть город. Мы знали, чего хотели, мы знали, кем могли стать. Левенталь очень помог нам. Простое изобретение здесь, немного удачных инвестиций там, и все заработало. Уайт и Джонс тоже помогли, но по-другому. Из-за особенностей нашей работы у нас накопилось довольно много интересной информации. И очень могущественные люди не горели желанием увидеть ее в широком доступе. А наше новое положение очень помогало хранить секреты. Шантаж звучит мерзко, но работает. Брайт, Арджент и Люминиус начали каталогизацию предметов. Лайт и жена Брайта, медсестра взяли на себя медицинскую помощь. А нет, я просто вспомнил. Лайт. У нее был пунктик на гигиене. Чудесная женщина. Дзов, Флэшер и Карнаф обучали солдат. Тесла и Тамплин исследовали то, как можно было лучшим образом использовать предметы, при этом не раскрывая их существование. Мы были великолепны. Город, который мы построили вокруг фабрики и который мы начали звать зоной Альфа, был на полном самообеспечении. Агенты, исследователи, специалисты в самых разных областях. Мы расширялись. Простите, я уже стар. Знаю, по моему виду этого не скажешь, но тело обманывает. Разум не всегда все точно помнит. Иногда я путаюсь в воспоминаниях, все расплывается. Но одно я точно помню. Мы использовали фабрику. В ней всегда находились комнаты с предметами. Да, тогда мы это называли так, предметы. Никаких мер содержания и уровней допуска нет. Мы думали, что подчинили фабрику. И это одна из причин, по которой я все еще тут работаю. Если что-то и могу здесь делать, так это напоминать людям, что мы никогда не починим все эти предметы. Мы можем содержать их, да. Но вспомните Авеля. Приручить их. Никогда. Примерно через 10 лет мы уже были прекрасно организованы. Нас 13 основателей называли только по номерам, не по именам. Мы знали, как все устроено. Но подумаешь, один или два предмета исчезнут внутри фабрики и что? Несчастный случай с классом D. Да ерунда, что? Да, тогда мы уже использовали класс D. Диспоусиблс, то бишь расходники. Да, именно это и значит D. Всегда нужен был кто-то, на ком можно испытать предметы. Тесла и Тамлин не сильно заморачивались по этому поводу. Да, иногда мы теряли людей, которые все равно были бесполезны. Адам, то есть доктор Брайт, говорил, что эта фабрика берет свою оплату. Ничто не дается за даром. В 1911-м все пошло наперекосяк. Появились сиды, целый раз существ, живущих среди нас. Они могли выглядеть точно так же, как вы или я. Единственное существенное отличие – это непереносимость железа. Да, именно поэтому мы называем их сидами. Нет, вы не могли от них слышать. Почему? Потому что в один прекрасный день фонд вырезал целую расу под корень. Да, именно я и сделал это. Сначала мы просто иногда охотились на них. Сталкивались пару раз с ними и выходили победителями. Поэтому, когда кое-кто из королевских кровей попросил нас о помощи, мы с радостью взялись за это. Хорошо иметь людей в должниках. Нам это всегда нравилось. Мы послали отряд, чтобы разобраться с обычной группой сидов-охотников. По крайней мере, мы так считали. Когда сиды напали на фабрику, головы наших людей висели на седлахах и ездовых животных. Это было ужасно. Всего три слова, они так много значат. Я никогда... Простите, дайте мне секунду. Это часть, которую я еще никому не рассказывал. Можете считать, что вам повезло. А если вы расскажете еще хоть кому-то, я убью не только вас, но и всех, кто носит в себя вашу ДНК. Процедура 110 Монтаук покажется вам прогулкой в парке. Мы проиграли. Эти твари пришли и уничтожили нас. Прошлись по всем участкам, убивая наших людей, не обращая внимания на наше оружие. Я видел, как погибали мои друзья один за другим, пытаясь удержать фабрику. А я? Я их лидер. Их друг, почти отец для них. Грестный отец четверых детей Брайта, соратник, иногда любовник и всегда исповедник. Я сбежал. Я сбежал, как перепуганный школьник, пытаясь спрятаться в глубинах фабрики. За мной постоянно следовали эти существа. Всегда только на шаг позади меня. Я мог слышать их за своей спиной. Ощущал дыхание на шее и... Я вышел к двери, которую я никогда раньше не видел. Она была сделана из бронзы и покрыта арабской вязью или чем-то похожим. Никогда не был силен в языках, но тогда меня это не волновало. За мной гнались. Я открыл двери и нырнул в проем. Внутри все было иначе. На меня нашло чувство спокойствия, как будто здесь ничто не могло навредить мне. Свет был темно-красным, но видно было все хорошо. В моих ушах бешено стучала кровь, а передо мной находилось то, что осталось от Андерсона. Он говорил со мной. Но будь я проклят, если я смогу точно передать все сказанное. Оно предложило мне надежду. Оно рассказало мне, рассказало, что каждый предмет, который мы использовали, неважно как, кормил фабрику, помогал ей расти. Но если Сида захватит фабрику, они уничтожат ее, чего мы не могли допустить. И оно предложило сделку. Оно убирает это событие, делает так, как будто его не было никогда. Взамен же я отдаю нас. Я не хотел этого. Я знал, что это плохая идея. Но потом я снова увидел их, мою семью, моих друзей мертвыми, убитыми теми ублюдками. И я согласился. Тогда, что когда-то было Андерсоном, улыбнулось. И через мгновение я оказался на крепостном валу, наблюдая, как орда Сидов окружает холм. Мой фонд снова был жив. В моих руках было оружие. Я не буду забивать вам голову подробностями, но мы уничтожили Сидов. А потом с этим новым оружием продолжили убивать их везде, где они жили. Везде, где они плодились. Один из О5 не согласился с таким решением. Он считал, что мы должны сохранить парочку на тот случай, если они когда-нибудь нам понадобятся. Я отверг это предложение. Мы уже из фабрики. Закрыли ее. Вынесли наши предметы оттуда. Заменили термин предмет на объект, требующий особых условий содержания. И сконцентрировались только на их содержании, а не на... чем-нибудь еще. Все были удивлены, но вскоре поняли, что у меня были веские причины на этом. Я запер фабрику. Закрыл наглухо. Похоронил под тонами щебня, сказав всем, что она слишком опасна. Я думал, думал, что все закончилось, пока не нашел в своем столе предмет. Одну из тех игрушечных пушек, которые стреляли настоящими пулями с логотипом фабрики на ней. Иногда я посылаю туда людей, чтобы узнать, что там происходит. Во время последней разведки там было пусто. Но мы продолжаем находить предметы фабрики повсюду. Я не могу ничего сделать, но думаю о том, сколько мы еще не нашли. Люди используют эти предметы, открывают их существование. Я продолжаю вспоминать мертвеца, рассказывающего нам о том, что каждый предмет питает фабрику и дает ей энергию. Я никогда не размышлял о том, зачем нужна эта энергия, но думаю и не хочу знать. Что мы должны отдавать ей? В основном расходники. Никогда не задумывались, куда именно деваются все эти тела. Есть такое место, трупы оставляются там. Потом они просто исчезают. Все считают меня гением за то, что я обнаружил это. Иногда мне приходится скармливать фабрики что-то другое. Агентов, исследователей. Они никогда не знают, что оно приближается. Оно просто выходит и забирает их. Но в конце концов мы делаем много хорошего, независимо от того, что хочет фабрика и от того, чем она является. Мы делаем хорошие вещи. Я должен верить в это. Теперь вы все знаете. Счастливы? Не думаю. Почему я рассказывал вам это? Я старею, Эверет. Я должен продолжить кормить ее. Возможно, вы будете другим. Возможно, вы найдете способ ей противостоять. Но я сомневаюсь в этом.